Здесь я выступаю как представитель компании открытой мобильной платформы. Это компания, как я сказал, Еску, которая будет заниматься развитием Selfish OS в России. Ну и мой доклад будет посвящен знакомству Selfish OS. Об операционной системе Selfish я уже довольно подробно рассказал, но я повторюсь, это операционная система для мобильных устройств, причем она основана на Linux, и сейчас она работает с архитектурами ARM и x86, в том числе 64-битными. Ну и в развитии Selfish OS участвует несколько компаний, то есть YOLO, которая представляет здесь, Веску и Слава Монич, компания, которая создала Selfish OS. Index Technologies – это компания, под которую Веску сказал, компания, которая получила первую лицензию на создание устройства Selfish OS. Qt Company – это начальник компании Digja, которая развивается, занимается развитием Q. И открыта мобильная платформа. Про открытую мобильную платформу я немножко позже расскажу. Давайте вообще посмотрим, откуда взимается Selfish OS как операционная система. Я думаю, здесь многие знакомы с операционной системой Майема, МИГО. Ну, вот такая небольшая генеалогическая неделя, вот такая структура, которая показывает, как появлялись все системы. Но вот в какой-то момент Майема объединилась с полным, получилась операционная система МИГО, параллельно с ней разливался открытый паралект мер сообществом. А потом в какой-то момент случилась страшная штука СНОКИ, и часть людей, которые занимались СНОКИ развитием Майема, они пошли в ГИОЛ и сделали операционную систему Selfish. Это то, что мы сейчас имеем. В чем особенности Selfish? Ну, они вызваны, собственно, историей появления Selfish OS. То есть, это операционная система, которая вам на мобильном устройстве предоставляет полноценный образ. То есть, там есть полная многозадачность. Если вы запустили приложение, оно будет работать. В том числе, в режиме разработчика, который доступен из коробки, есть кнопочка включить режим разработчика. У вас тут же появится терминал, в котором есть бэш. Ну, соответственно, разработка приложения делается в основном на Qt. у нас на Selfish OS поддерживается Qt в библиотеке версии 5.2. Также есть поддержка Android с помощью фрейморка Alien Downing. Сейчас на актуальных устройствах поддерживается Alien Downing совместимый с Android версией 4.4 KitKat. И магазин приложений, конечно же, как на всех сейчас популярных операционных системах есть. Я про него рассказал подробнее. Интерфейс вводит. Вообще говоря, операционная система Selfish, она сама по себе очень сильно интерфейсом отличается от других операционных систем, которые сейчас популярны. Но подробнее про интерфейс я расскажу позже. Сейчас я просто хочу остановиться на том, что это интерфейс, который отточен под управление жестом. То есть здесь минимум тыканье по каким-то разным формам. Замагистр происходит с целым экраном. На самом деле это очень удобно. Устройства на Selfish OS, которые доступны сейчас. Ну, в основном это смартфоны. Была компания по производству планшетов. Недистрибьюторы даже эти планшеты получили. Но есть также пара проектов модульных устройств. Я не буду подробно рассказывать про устройства, про которые рассказал Wes. Он про все эти устройства рассказал. Здесь показаны характеристики. Intex AquaFish – это первое устройство, которое сделано не YOLO на операционной системе на Selfish OS. YOLO-C – это тоже устройство, которое по железу совместимо с Intex AquaFish, но для Community Turing Phone. И на самом деле здесь я остановлюсь совсем чуть-чуть подробнее. Просто вот эта вот первая картинка, которая показывает проект российского телефона. И телефон, он создан для использования в достаточно суровых условиях, в том числе он выдерживает большие спаги лица с 1,5 метром и бетон. И еще один проект российского телефона от компании NOSTERS. Но это уже более культурский телефон. Это те компании, с которыми сотрудничала такая мобильная платформа. Ну и пара проектов модульных устройств, которые заявили о своей совместимости Selfish OS – это Puzzle Phone 2. Здесь в посылках вы на самом деле можете перейти на описание совместимости Selfish OS. И та вещь, про которую Веска говорил, Selfish OS сейчас адаптирована для большого количества мобильных устройств. В том или ином состоянии. Для некоторых она полностью совместима, для некоторых удалось адаптировать пока еще не все, но там больше 36 устройств и таблиц, которые Веска показывает. Вообще говоря, разработка, которую предлагается делать не только сотрудникам YOLA или открытой мобильной платформы, но и сторонним разработчикам для Selfish OS, она может заключаться в трех разных направлениях. То есть это и разработка приложений, это и разработка самой платформы, ну и также это адаптация Selfish OS для разных платформ. Вся документация об этом есть. Но сегодня мы с вами будем подробно говорить про разработку приложений и использование API устройств. В России Selfish OS появилась, ну можно сказать, в этом году активно она появилась, хотя устройство YOLA Phone сам не первый продавался здесь раньше. В этом году была создана компания открытой мобильной платформе, которая будет заниматься и уже начинает заниматься развитием Selfish OS в России. То есть в первую очередь это создание центров компетенций, сама компания зарегистрирована в Минополисе, есть также центр разработки в Москве, в том числе это работа с сообществом, вот такие вот вещи, которые происходят, например, сейчас, мероприятия для сообщества, взаимодействие с корпорацией и партнерами, но я вам уже показывал два примера устройств, которые делают партнеры, которые занимаются разработкой других железок, КО. В компании открытой мобильной платформе будет создан российский портал для разработчиков, полностью русскоязычный, то есть документации, другие полезные материалы. Также будет создана программа для разработчиков, то есть программа для предоставления устройств. Мы в скорое время должны будем получить устройство и будет возможность получить устройство для разработки приложений. И есть план проведения мероприятий, это встреча с разработчиками, тренинги такие мероприятия, которые происходят сейчас. Также планируется участие в нескольких хакатонах, вот буквально первый хакатон будет уже завтра. Я предлагаю вам поучаствовать. Видимо ближе к концу года будет конкурс по разработке приложений. Ну и также вот с помощью фрукт планируется сделать еще одну программу для университетов про разработки приложений на СОФИШС, и, быть может, вы этим летом зали нам школу небольшую, естественно, на полисе. А давайте я немножко, на самом деле, отвлекусь и покажу вам сайт хакатона, который будет завтра, потому что хакатону полезно поучаствовать. Это хакатон, который называется Angel Hack, это глобальная серия хакатонов, которая проходит по всему миру. В этом году она проходит в нескольких городах России, он уже прошел в инопульсе и Новосибирске, вот завтра он будет в Санкт-Петербурге. На нем есть несколько номинаций, и вот здесь вот вы их можете посмотреть. Проекты могут одновременно участвовать в разных номинациях, ну и, в частности, вот она номинация от открытой мобильной платформы, можете посмотреть на приз. В чем заключается номинация? Ну, на самом деле, она такая, довольно свободная, то есть, все интересное, что вы сможете сделать с платформой SLP-SHOS, вы можете показать на хакатону. И более интересный проект, который по максимуму использует возможности SLP-SHOS, выберем приз. Прист 150 тысяч рублей. Так, значит, сайт Angel Hack, его предлагаю всем зарегистрироваться на хакатон. Ну, и давайте продолжим мою презентацию. Тут осталось совсем чуть-чуть. Немножко о том, где вы можете поискать информацию, поискать ответы на свои вопросы, позадавать вопросы. Ну, есть аккаунты в Твиттере и во Вконтакте, есть группа, куда вы можете зайти что-нибудь поспрашивать, поискать что-нибудь полезное. Есть официальные ресурсы, связанные с SLP-SHOS. В первую очередь, конечно же, сайт SLP-SHOS.org Это сайт, посвященный непосредственно платформе. Ресурс, про который Веску упоминал, together.yola.com Это ресурс, работающий в формате вопрос-ответ. Туда можно писать вопросы, можно писать свои предложения по системе. Вот ребята из YOLA стараются их по возможности рассматривать. Сайт com.rush.ru Это сайт открытой мобильной платформы. Ну, сейчас работает его предварительная версия, вскоре он будет разработан. Также ресурсы Mare. Ну вот, если вы вспомните ту генеалогическую структуру, которую я вам показывал, там можно было посмотреть, что YOLA, она основана на проекте Mare. То есть, все, что не касается интерфейса, это проект Mare. И он содержит отдельные склеты коммуникаций, это вики-странички, если есть отдельная страница, посвященная SoFishOS. Ну, также есть портал для разработчиков, я думаю, вы их все знаете. Это SKA-формы, это Stack Overflow. Там в XDA есть отдельная ветка по обсуждению SoFishOS. На Stack Overflow есть несколько риллиантных теков. Это ISAN FISHOS. Это CRM, QQ, QQ, QQ. Ну, на самом деле, это все по поводу моей годной презентации. Дальше у меня будет еще техническая презентация, попозже. Это мои контакты. Если очень нужно, можно будет со мной связаться.